В последнее время криптовалюта переживает не самые лучшие времена, ведь кроме как банкротства FTX, падения биткоина до 15 тысяч и уничтоженного доверия инвесторов, никаких положительных событий не было. С момента, как FTX объявила себя банкротом, уже прошла почти неделя. Обсуждения вокруг FTX начинают понемногу утихать, но вопрос о платежеспособности других бирж становится все более актуальным. Потому что на рынке с каждым днем появляется информация о подозрительных махинациях бирж со своими активами, всплывает много скрытых взломов и коррупционные прикрытия от властей. После чего сразу же начинается паника, ведь никто не желает повторить судьбу FTX. В данный момент под большим вопросом находятся биржи Gate, Hobby и Crypto после публикации своих резервов. А вот такие кандидаты как Bybit, OKEX и KuCoin эти отчеты даже и не делали, тем самым заставляют нервничать своих клиентов. Поэтому в сегодняшнем видео мы разберем, почему ваша биржа может пойти вслед за FTX, как компании обманывают своих пользователей, выставляя фальшивые отчеты, почему Binance активно пампит токен TVT и сможет ли биткоин вернуться на 20 тысяч долларов. Всем привет, с вами Влад и вы на канале Coin22. Благодаря вашей поддержке, видеолайка и подписке мы стараемся выпускать для вас ролики чаще и интереснее. Поэтому перед просмотром поставьте видео лайк и подпишитесь на наш телеграм-канал, где мы 24 на 7 на связи и ежедневно держим вас в курсе всех актуальных событий из мира крипты. Ведь создание полноценного видео на YouTube занимает много времени, а подписавшись на наш телеграм-канал, вы никогда не пропустите важные новости. Заранее каждому спасибо, а мы начинаем. Что ж, вся эта история с FTX, которую мы во всех подробностях разбирали вот в этом видео, дала понять каждому инвестору, что даже если вы используете популярную биржу, ваши деньги не всегда могут быть в безопасности. И пользователи не глупые люди, ведь если они понимают, что пахнет жареным, первое, что они сделают, начнут выводить свои деньги, в результате чего биржа начинает терять тысячи пользователей. Так вот, после краха FTX, все популярные биржи, чтобы не терять своих клиентов, начали всеми возможными способами доказывать, что они платежеспособны, и деньги их пользователей в надежных руках. Но многие биржи могли бы этого и не делать, если бы не старый твит Сизи, в котором он предложил, что криптобиржи должны публиковать свои активы, чтобы быть полностью прозрачными. Честно говоря, это было больше похоже на угрозу, чтобы еще убрать парочку конкурентов, чем на дружелюбные предложения во благо индустрии. Тем не менее, некоторые биржи быстро засуетились и начали публиковать свои резервы. На сайте Blockchain Center можно увидеть вот такой список бирж, в котором отмечено, кто предоставил информацию о резервах, а кто нет. Например, первым, кто предоставил эти отчеты, была, конечно же, Binance, с общим балансом на сумму около 70 миллиардов долларов. Но полноценного аудита нет до сих пор. Также биржа Kraken, работа которой разрешена в США, подтвердила свои резервы на общую сумму 20 миллиардов долларов, и планирует такие отчеты делать каждый месяц. И Coinbase, работающая по строгим правилам Америки, предоставила все отчеты о своих финансах в виде 10 миллиардов долларов. А вот другие известные биржи, такие как Gate, Crypto.com и Hobby, начали проводить подозрительные манипуляции со своими резервами, но забыли, что блокчейн не рыба, и он все прекрасно помнит. Например, одним из первых, кто был замечен в, грубо говоря, подделывании своих отчетов по резервам, стала биржа Hobby. Ведь адрес кошелька, связанный с биржей Hobby, был обнаружен при переводе 10 тысяч эфириум на депозитные кошельки Binance и Okix после публикации снимка активов. И получилось так, что у Hobby на момент снимка было 14 858 эфиров, а через пару минут осталось всего 4044 эфира. Ну слишком идеально, чтобы это было просто совпадением. И дополнительно к этому, на сегодняшний день баланс биржи упал еще на 2500 эфира. Не нужно быть Шерлоком, чтобы проанализировать эту ситуацию и понять, что здесь что-то не так. После того, как Hobby начали подозревать в обмане своих пользователей, начал проседать собственный токен биржи HT, который потерял почти 50% стоимости. В принципе, все по классике. Если какие-то проблемы с биржей, значит токену можно говорить пока. Естественно, руководство Hobby повторять судьбу FTX не хотело, поэтому сразу начали опровергать слухи. Они объяснили, что часть опубликованного адреса является адресом горячего кошелька. И заверили, что фирма гарантирует безопасность пользовательских активов, 100% погашение и что она не будет налагать никаких ограничений на ввод и вывод средств. Конечно, такой она Микудрявый рассказывал, но когда начались первые проблемы, свои твиты успешно удалил. И чтобы хоть немного отвести взгляд от Hobby, гендиректор Лин Хан публично в своем твиттере обвинил таких ребят, как Gate и Crypto.com. Хан написал, что эти биржи вообще публиковали снимки, сделанные еще 19 октября. За два дня до того, как Crypto внес 320 тысяч эфиров на Gate. А теперь давайте подробнее разберем, что это были за переводы и кто кому помогал в обмане своих пользователей. Слухи о крахе Crypto частично являются собственным фейлом биржи. Сетевые аналитики обнаружили, что Crypto в кавычках случайно отправила Gate активы пользователей в эфире на общую сумму 500 миллионов долларов. Гендиректор Crypto Крис Маршалек написал в твиттере подробную информацию о резервах Crypto.com, пытаясь опровергнуть слухи о неплатежеспособности. Маршалек сказал, что у компании есть 53 тысячи биткоинов, 391 тысяча эфиров и другая крипта на общую сумму около 3 миллиардов долларов. Он добавил, что это лишь часть наших резервов и в настоящее время проводится аудит всех холодных кошельков, которые скоро опубликуют. Конечно, хотелось бы его увидеть. Данные Glassnode показывают, что баланс биткоинов Crypto.com составляет примерно 53 тысячи, что соответствует заявлению Маршалека. Однако было отмечено, что его активы резко выросли до этого уровня, незадолго до того, как было предоставлено частичное раскрытие резервов. Соответственно, всем не давал покоя тот самый перевод на биржу Gate. Крису больше ничего не оставалось делать, как просто начать опровергать информацию и говорить, что перевод был сделан случайно. О чем он написал в своем твиттере. Да, 320 тысяч эфиров именно на биржу Gate и как раз перед публикацией отчета резервов. Ну конечно же случайно, по-другому никак. Данные Etherscan показывают, что Crypto.com перевела 320 тысяч эфиров в кошелек, который впоследствии 21 октября перевел активы в кошелек Gate. Я не спорю, биржи часто отправляют между собой средства для поддержания ликвидности, но в данном случае слишком много совпадений, чтобы просто все спихнуть на рабочий процесс. И 28 октября Gate предоставила подтверждение резервов. В отчете указано, что у Gate достаточно средств эфира для избыточного обеспечения средств пользователей на 104%. Однако в отчете также говорится, что данные для подтверждения аудита резервов были получены 19 октября, то есть до передачи крипто 320 тысяч эфиров, из-за чего можно сделать вывод, что биржи просто берут средства у друг друга, фиксируют их в отчете, а потом просто возвращают обратно. А когда становится понятно, что у биржи есть хоть какие-то малейшие проблемы, что происходит с ее токеном? Правильно, он падает. Ведь монета крипто на фоне всех этих детективных расследований просела на 42%. К тому же сам CZ подчеркнул важный момент, что если бирже приходится перемещать большие объемы криптовалюты до или после демонстрации адресов своих кошельков, это явный признак проблем, с чем я бесспорно соглашусь. Так что, как вы видите, достаточно лишь одной печальной ситуации, что же FTX, чтобы люди начали сомневаться в надежности остальных компаний. В любом случае, как показывает практика, надежность любой биржи строится не только из-за ее популярности или харизматичного кудрявого директора, а из-за самого главного – это правильного управления финансами. Но это и есть вторая сторона крипты, что нет органа, который бы контролировал, как биржи управляют деньгами пользователей и как они следят за своими резервами. Тем не менее, из-за того, что люди ставят под сомнение хранение крипты на биржах, дико начали популяризироваться холодные, а также горячие кошельки. Ярким примером стал, конечно же, один из самых популярных кошельков – Trust Wallet. Особенно после того, как CZ выразил поддержку кошелька у себя в Твиттере. Странно, если бы он этого не сделал, ведь с 2018 года Trust Wallet принадлежит именно Binance. И самое интересное – это рост внутреннего токена TVT, который запампили на 140% за последнюю неделю. А я напомню, что про монету TVT мы рассказывали в нашем топе криптовалют еще в середине лета, после чего сами ее прикупили и советовали добавить в портфель, когда цена была на уровне 1 доллара. И, как видите, не зря. Кстати, стоит отметить, что на канале давно не было топа криптовалют, но если вы желаете увидеть такое видео, обязательно поставьте лайк, и так мы увидим, что вам это интересно. Ведь у нас уже есть на примете монеты, за которыми мы долгое время наблюдаем и готовы про них рассказать. Так что как быстро выйдет этот ролик, зависит только от вашей поддержки. Касательно Trust Wallet, то такой интерес был вызван тем, что люди массово начали выводить крипту с FTX, особенно битки и эфир. А поскольку крипту под матрас не спрячешь, пришлось использовать кошельки, а Trust Wallet стал идеальным вариантом. Кроме того, ставка токенов по адресам с балансом от 1000 до 10 миллионов TVT стремительно выросла, что свидетельствует о накоплении китов. Конечно, с технической точки зрения монета явно перекуплена и будет корректироваться в ближайшие дни, но даже эта ситуация показала, насколько востребован этот кошелек и на что он способен. Сам по себе крах FTX стал, знаете, как тающий весной снег, после которого видно множество не самых приятных вещей. Например, конгрессмен Брэд Шерман, который очень скептически относится к крипте, опубликовал сообщение о крахе FTX и сказал, что компания Кудрявого сдерживала демократов в вопросах регулирования крипты. Шерман утверждал, что криптомиллиардеры затопили Вашингтон миллионами долларов под видом пожертвований. Да, вы правильно понимаете, это те сами пожертвования, после которых задают меньше вопросов. Особое внимание Шерман уделил именно FTX, поскольку он стал свидетелем того, как соучредитель FTX пожертвовал более 23 миллионов долларов кандидатам-республиканцам. Дополнительно FTX US также пожертвовала 6 миллионов долларов, а сам Кудрявый передал нескромный конверт на сумму 39 миллионов долларов в виде пожертвований в избирательном цикле 2021-2022 года. Шерман призвал СЕК принять решительные меры, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем. Конечно, с одной стороны было бы неплохо, если бы крипту начали немного регулировать, особенно централизованные биржи, которые управляют активами клиентов. Но на данный момент это практически невозможно, ведь крипта сама по себе специфический актив, и к нему нужен совершенно другой подход. Попытки регулирования на самом деле уже были, чего только Ripple стоят, но до сегодняшнего дня к успешным результатам так и не пришли. Несмотря на большое количество негативных новостей, все же хотелось бы закончить ролик на мажорной ноте. И ею станет положительные финансовые отчеты США, которые показывают, что экономисты Америки не зря получают свои зарплаты, ведь инфляция начинает постепенно отступать. Прежде всего это показал уменьшающийся ИПЦ и увеличение безработицы на прошлой неделе. А во вторник мы получили еще один плюсик для уменьшения инфляции в виде низкого индекса цен производителя, который ФРС использует для принятия решений. На этом фоне даже старик биткойн немного активизировался и пробил локальный уровень сопротивления в 17 тысяч долларов. Соответственно, это дает определенные надежды на восстановление биткоина хотя бы к тем уровням 18 и 19 тысяч, в которые он сейчас жестко упирается. Поэтому в ближайшее время лучше внимательно следить за рынком, чтобы не пропустить активные движения. И скажу так, что вы его не пропустите, если будете подписаны на наш телеграм-канал, ведь все самые актуальные события именно там. Так что спасибо каждому, кто посмотрел этот ролик до конца, и лучшей поддержкой наших стараний станет лайк и комментарий, в котором можете задать любой вопрос, и мы на него обязательно ответим. Всем удачи, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok